Сериал ученица Мессинга описание серий, первая серия, 16-летняя Оля едет с матерью на Рижское взморье, где встречает Вольфа Мессинга, знаменитого эстрадного артиста-менталиста, дающего концерт в Юрмале. Мессинг сразу же распознает особый дар у девушки и предлагает ей стать его ученицей. Оля в растерянности, ее родители в смятении, но сами того не понимая, они в точности выполняют все негласные распоряжения Мессинга. Вторая серия, Оля приезжает в Ленинград к Мессингу, она полна сомнений в правильности своего выбора, в то же время ее раздирают любопытство и желание узнать, на что она способна на самом деле. Строгий учитель не делает поблажек, не проявляет сочувствия и на собственном примере показывает Оля, что нет ничего важнее дела, ведь чтобы достичь чего-либо, надо работать на пределе своих возможностей. Третья серия, природный дар роли стремительно развивается, девушка с упоением погружается в новый мир, открывшийся ей благодаря Мессингу. Его уроки, больше чем занятия по гипнозу или актерскому мастерству, он преподает ей науку жизни. Во время первых совместных концертов Ольга постигает тазы публичных выступлений, а гастроли по СССР закаляют ее и сближают с наставником, который становится главным человеком в ее жизни. Четвертая серия, Оля все ближе узнает Мессинга, перед ней открываются не только его величие и сила, но и слабости, и мучительные фобии. Нескончаемые гастроли по стране приносят Ольге первое признание публике и первый успех. Мессинг гордится своей ученицей и одновременно ревнует ее к навязчивым поклонникам. Ольга сама устает от всеобщего внимания и хочет немного отдохнуть от сцены, заодно навестив семью во Владивостоке. Пятая серия. Отношения с Володей развиваются стремительно, уже через несколько дней после знакомства он делает Оле предложение. Ее счастье слегка омрачает мысль о предстоящем разговоре с Мессингом, как совместить замужество и карьеру. Ответ Мессинга безапелляционен, никак. Всеми доступными средствами он пытается уберечь ученицу от непоправимой ошибки, но Ольга непреклонна. Шестая серия. После гибели Володя Ольга впадает в глубокую депрессию, она не знает, как жить дальше. Мессинг убеждает ее вернуться на сцену, ведь только работа, по его мнению, способна заглушить боль. Несколько лет проходит в разъездах. Ольга обретает уверенность в своих силах, а Мессинг понимает, что ее обучение подходит к концу. Он устраивает экзамен своей единственной ученицы и отпускает ее в свободное плавание. Ольга начинает выступать как самостоятельная артистка. Седьмая серия. Несмотря на любовь публики, цветы и овации, Ольга не чувствует себя по-настоящему счастливой. Близкие уверяют, что ей пора заняться личной жизнью, но она даже не хочет говорить на эту тему. После одного из концертов офицер делает Ольге предложение. Она обескуражена, но соглашается, распознав в этом знак судьбы, Ольга выходит замуж за Валерия и начинает новую жизнь. Тем временем Мессинг чувствует, что его земной путь подходит к концу. Восьмая серия. Роль замужней женщины не очень подходит Ольге. Она чувствует, что зарывает свой талант в землю. Ольга снова и снова просит Валерии разрешить ей вернуться на сцену, и раз за разом он просит ее еще немного подождать. Ольга больше не может сидеть сложа руки и собирается вновь начать выступать с Мессингом, теперь уже в качестве равноправного партнера. Однако смерть учителя перечеркивает ее планы. Девятая серия. Рождение дочери становится самым светлым моментом в жизни Ольги. Она упорно пытается совмещать концерты и материнские заботы. Но в итоге ей приходится сделать выбор между семьей и карьерой. Ольга уходит из филармонии и посвящает себя воспитанию девочки, не без удовольствия замечая, что та тоже обладает уникальными способностями. Три года спустя Ольга вспоминает о своем педагогическом образовании и устраивается на работу в школу, где знакомится с Раисой, странной женщиной, которая нуждается ее в помощи. Десятая серия. После увольнения из школы Ольга посвящает все свое время семье, окончательно похоронив надежды на возвращение на сцену и мучаясь мигренями от нерасстроченной энергии. В ее размеренную жизнь врывается деятельный директор магаданской филармонии Кравец, жаждущий организовать гастроли Ольги на севере. Она тут же соглашается, чувствуя некую кармическую связь с тем местом, если она должна возродиться как артистка, то именно там. Ольга снова получает овации восторженных зрителей и завистливых недоброжелателей. Одиннадцатая серия. Карьера идет в гору, в семье царят мир и понимание, но трагическое известие вновь выбивает почву из-под ног Ольги. После смерти брата она едет в составе концертной бригады на БАМ, на место его гибели, надеясь, получить там ответы на мучающие ее вопросы. Встреча с американским музыкантом заставляет Ольгу многое понять, и о себе, и о своих истинных желаниях. Тем временем высокопоставленные лица пристально наблюдают за ученицей Мессинга, намереваясь использовать ее дар в своих целях. Двенадцатая серия. На концерте во время очередного психологического опыта Ольга неожиданно излечивает девочку от немоты. Слух о чуде мгновенно разлетается по округе, сотни людей спешат к новоявленной целительнице. Ольга не может отказать им в помощи и начинает заниматься врачеванием, все четче осознавая свою связь с неведомым потусторонним миром. По настоянию высокого руководства она возвращается к ясновидению, чтобы пролить свет на некоторые вопросы. Однако расплата задмешательства в будущее не заставляет себя долго ждать. Тринадцатая серия. Всеми возможными способами Ольга пытается вернуть себе зрение. Несколько месяцев уходит на то, чтобы снова научиться видеть и вернуться к нормальной жизни. Теперь ее помощь нужна в поимке особо опасного преступника, обладающего гипнотическими способностями. На его совести уже десятки жертв, и останавливаться он явно не собирается. Ольга подключается к расследованию, пытаясь разгадать ребус, созданный извращенным разумом, тем самым подставляя себя под удар. Четырнадцатая серия. Пытаясь помочь попавшей в беду матери, маленькая Света переоценивает свои силы и оказывается на грани смерти. Валера в отчаянии, он делает все возможное для спасения дочери, но медицинские светила лишь разводят руками. Ольга, чувствуя свою вину в поисках необходимых ответов, отправляется в Якутию. Не зная, что и где она должна найти, Ольга дает концерты и лечит больных. Вскоре молва о белом шамане разносится по тундре, даря Ольге судьбоносную встречу и ставя перед нелегким выбором. Пятнадцатая серия. Чиновничьи препоны и злопыхательства недоброжелателей приводят к краху артистической карьеры Ольги. Однако она не сдается и, окончательно осознав свое предназначение, получает профильное образование и открывает медицинский центр, в котором на законных основаниях лечит людей, совмещая академические знания со своим даром цаилительства. Но тучи вновь сгущаются над головой Ольги. Ее жизнь рушится, несчастье следует одно за другим, а она ничего не может поделать, стремительно теряя силу. Шестнадцатая серия или финал. Ольга находится на грани смерти и не хочет бороться. Она чувствует себя бесполезной пустышкой, и лишь пророческое видение возвращает ей способность мыслить рационально, чтобы спасти свою семью, она должна спастись сама. Ольга едет на север в поисках трех источников силы. Чтобы найти их, ей приходится проанализировать настоящее, оглянуться на прошлое и заглянуть в будущее, уяснив главный смысл своей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok